Здравствуйте, друзья! Вопрос такой наболевший у человека. Здравствуйте! Я не воцерковленный, считаю себя, скорее, захожанином, лентяем. Но стремлюсь к молитве, посещению храма, хотя, получается, это тяжело. Некому было меня научить всему этому. Сейчас читаю Кураева, Осипова, книги других священников. Семья моя тоже неверующая, хотя меня крестили, и даже в детстве один раз мама сводила на причастие. Но, в целом, мы не религиозная семья. Мама тоже посещала православный храм раз в полгода максимум. Но вот уже несколько месяцев как мама ходит каждое воскресенье на службу к пятидесятникам. Хотя в православный храм было тяжело. Да-да-да, некогда, дела, да-да, я знаю, да. Уже активно изучает Писание. Она познакомилась с женщиной, которая закончила их семинарию и, видимо, неплохой проповедник. Сейчас уже мама начинает говорить их стандартными фразами об иконах, как идолопоклонствия, недопустимости молитв к святым и тому подобное. Подскажите, как быть в такой ситуации? Так сам я не считаю себя утвержденным в своей вере. Но, тем не менее, чувствую, что маму завлекают туда, куда не нужно. Что та женщина проповедника уводит от истины во вред ее душе. Как помочь маме понять, что православие – истина? И нужно ли вообще это сейчас делать? Здесь ситуация сложна еще и тем, что в любых наших спорах о Писании я для нее остаюсь сыном, то есть ребенком. А та женщина имеет явное превосходство, так как она уже в годах имеет жизненный опыт. Здесь вопрос о том, как родственникам вести себя в такой ситуации, когда кто-то из семьи, из близких, родных увлекся пятидесятниками или еще кому-нибудь, куда-нибудь его вовлекают. У меня нет такого прям большого опыта в этих вопросах, но то, что я думаю по этому поводу, я могу сказать. Родственники, как правило, действуют совершенно неверно, потому что они пытаются просто удержать, не пустить куда-то. Пытаются как-то воздействовать, убедить. Но понимаете, в чем дело? Представьте себе вот так ситуацию. Вот живет некая среднестатистическая семья. У этой среднестатистической семьи есть нормальная спокойная жизнь, размеренная. Есть материальная составляющая, то есть достаток материальный в семье. Есть душевная составляющая, потому что они любят друг друга, определенная атмосфера в семье существует. Они, может быть, ездят отдыхать куда-то летом, трудятся, может быть, на даче, на природу выезжают, сходят в кино или в театр или в музей куда-нибудь. Это все душевная вещь. И немножечко духовного там тоже есть. Раз в полгода зайти в храм, свечку поставить, отметиться на Пасху, может, еще что-то духовное такое. И вдруг вот в этой семье кто-то один открывает для себя бездну духовного мира. Неважно, мы сейчас не будем говорить, это пятидесятники или, может быть, это представители каких-то, не знаю, совсем отмороженных сект. Неважно, или православная церковь, неважно. Человек открывает для себя духовный мир. И тот духовный мир в его глазах, в его понимании, в его сердце – это такая вселенная, по сравнению с которой все то, что было в этой семье до того, как кажется жалким, маленьким и почти ничего не стоящим. Все походы в театр, все отдыхы на природе, поездки на море, покупки всяких вещей, шмоток, дорогих, может быть, украшений. Неважно, вот все это уже кажется неважным. Это все меркнет, понимаете, все же познается сравнение. Вот по сравнению с духовным миром, вот это все, оно не имеет ценности. Ну, почти, оно малозначимо. Перед человеком открывается, как будто бы у тебя в кармане сто рублей, а ты нашел сундук с золотом. Вот приблизительно такая вот история. И ты понимаешь, что эти жалкие сто рублей твои, ну, это тоже, конечно, хорошо, но вот оно золото. Родственники же, когда видят, они говорят, стоп-стоп-стоп, вернись сюда, вот к этой сто-рублевке. Вот к этому все, не надо туда, не надо, это все неправильно, тебя куда-то там пытаются увлечь, это все неверно, что-то тебя не туда уводят. Ну, ходил ты в церковь раз в полгода, ну и ходи, что тебе еще надо? Все же было нормально, все же было хорошо, всех все устраивало, ты чего куда поперлась? И все, вот здесь возникает непонимание, непонимание именно со стороны родственников. Которые просто не осознают масштабы происшедшего. Им кажется, что если они вот там как-то воздействуют, вы не сможете остановить. Вы не сможете, потому что она открыла для себя вот то духовное сокровище, которое ей там, вот в этой организации религиозной, пятидесятнической, ей дали. Вопрос о том, что с точки зрения православной там фальшивые монетки, ну это другой вопрос. Но вообще человеку кажется, что это богатство великое. Вернуться в никуда человек не согласится. Точно такая же история, кстати говоря, в некотором смысле. Я понимаю, что вопрос, конечно, спорный. Могут сейчас раздаться голоса по этому поводу, что что-то киберпоп загнул, что-то не в ту сторону. Наркомания. Наркотик – это тоже дверь в потусторонний мир, в мир духовный. Потому что это измененное сознание. Человек употребляет наркотики, у него меняется сознание. Во время этого всего процесса он некий духовный переживание. Это вход в духовный мир. Да, черный вход с заднего крыльца через неправильные двери. Это неправильно все. Но все-таки это духовный мир. Пусть бесовский, искаженный, но все равно он духовный мир. Просто так его вывести сюда, в никуда, насколько это эффективно? Конечно, его все равно будет туда тянуть. Его можно лекарствами отпоить, немножко ломку снять, еще что-то. Я про наркоман. Но все-таки его будут тянуть туда по-любому. Все равно. Поэтому нужно вам расстаться с иллюзиями, что вы можете просто ее вернуть, все на круги своя, и чтобы все стало, как было раньше. Этого не будет. Единственное, что вы можете сделать, это предложить ей что-то равноценное взамен или даже еще больше. И вот в этом отношении как раз православная церковь всегда предлагает человеку больше. Потому что все то, что есть, будь то у пятидесятников, будь то у каких-нибудь других харизматов, у литеран, будь то у католиков, будь то у любых других религий, вообще не христианских. Все это же самое, то ценное, что там есть, есть и в православии тоже. Кроме того, оно еще и более, так сказать, больше, более ярче, глубже, красивее. И еще там есть то, чего нет вот в тех, вот в пятидесятниках и прочее, 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 им же не с числа. Но этого не видит ни вот ваша мама, в данном случае мы говорим о конкретной ситуации, да, не вы сами. Поскольку вы сами этого не видите, не имеете и не умеете и сказать ей не можете, поэтому у вас ничего и не получится. Коли так случилось, что она пошла и она уже втягивается туда, у вас ее удержать, мне кажется, совершенно не получится. Нужно просто с этим делом смириться, для себя сделать выводы и начинать двигаться в своем направлении. Утверждать себя в своей вере, в православной вере, находить, где эти сокровища, богатства здесь находятся, в православии. Учиться понимать их ценность, их значимость, ну то есть себя обогащать вот в этом направлении. Только так можно и нужно действовать. При этом, сохраняя по возможности мир в семье, такой статус-кво, некий консенсус с тем, что, мама, мы тебе не мешаем, ты там ходишь к протестантам, к пятидесятникам. Ну, мы тебя там не возбраняем, ну и ты нам тоже не мешай. То есть, вот это вот сохранять. И, может быть, со временем, я предполагаю просто, что некоторые люди через пятидесятников, через другие какие-то протестантские церкви все-таки потом приходят к православию. Может быть, это ее путь. Помогай, Господь. Субтитры сделал DimaTorzok